Всем привет! Сегодня снимаю очередное видео для рубрики «Готовлю несколько блюд». Сегодня я буду готовить салат и мясо. Мясо я буду готовить в томатной подливке. На гарнир у меня будет жареная картошка. Картошки я приготовлю грибы, также пожарю грибочки. У меня будет смесь из опят и шампиньонов. Салат буду делать из крабовых палочек китайской капусты. Также сделаю закуску из бекона. Сейчас покажу всё, что мне потребуется для готовки, и мы начнём. Для мяса мне потребуется мясо, также к нему у меня пойдут специи и томатный соус. Понадобится томатная паста ещё. Для жареных грибочков у меня тут опяты и шампиньоны. Также потребуются специи и немного зелени, и репчатый лук. Для салата у меня пойдёт китайская капуста, кукуруза, огурец, крабовые палочки, либо крабовое мясо, это не важно. И также немного зелени и лук. И для закуски из бекона мне потребуется, собственно, бекон. У меня вот такой из мраморной говядины, но вообще можно использовать любой абсолютно бекон. Также потребуется сыр любой, у меня вот голландский, панировочные сухари, пара обычных свежих куриных яиц и немного зелени. У меня укроп. Ну, собственно, это всё. Ну, говорю, правда, на столе нету ещё специй, которые мне потребуются. Они у меня лежат отдельно. И также, наверное, сейчас ещё поставлю вариться компотик. Начну с грибов. Так как у меня опята заморожены, отправлю их вперёд на сковородку, чтобы они обжаривались. И порежу также, у меня вот тут остались немножко шампиньонов, туда же их порежу. Только буду на сковородку класть чуть позже, когда уже из опят немного выпарится вода. Вот, значит, режу шампиньоны, отправляю жариться опята. И также сейчас ещё начну нарезать мясо. Мясо я буду нарезать тонкими полосочками. Вот, буквально вот совсем такие, как для бифстроганов, в общем-то, буду резать. Чтобы оно быстренько прожарилось. И вот такие вот тонкие полоски мяса. Сейчас порежу и отправлю обжариваться на плиту. Вот, смотрите, мы опята уже начали немного поджариваться. На этом этапе я сейчас добавлю к ним свежие шампиньоны. Также тут у меня уже начало жариться моё мясо. Сейчас дождусь появления небольшой корочки. И полукольцами порежу к нему репчатый лук. Ну и также у меня вот тут вот жарится, тоже поставила жариться картошечку на гарнир. В своё мясо я, значит, добавляю луковицу репчатую, порезанную полукольцами. А также специи универсальную приправу и сладкую паприку. А в свои грибы я кладу универсальную приправу, сливочное масло. Сейчас оно растает, я размешаю. И также сейчас порежу туда в грибочке репчатый лук, половинку, но уже мелким кубиком. Для подливы, для своего мяса я беру, значит, стакан воды. Добавляю туда столовую ложку муки и две столовые ложки томатной пасты. Всё это перемешиваю и отправляю к своему мясу. Плюс заливаю ещё одним стаканом простой воды. В такой подливе мясо будет томиться ещё минут 15-20, где-то так. Грибочки мои с луком на сливочном масле я до конца обжарила. Теперь беру обычный, вот у меня порезанный укропчик, я уже порезала свежий. И так щедренько добавляю в грибочки. И всё это нужно перемешать. Перемешиваю между собой и даю настояться. Потом можно подавать такие грибочки, как индивидуальное блюдо, но я это делаю к картошечке. То есть очень вкусно будет с картошкой. Можно ещё, кто любит, добавить чесночку, если вы любите с чесноком. Но либо вот так вот подавать. Вот что у меня вышло. Готовлю закуску с беконом. Мне потребуется сковородка, либо сотейник. В него я наливаю много масла, чтобы плавали там мои закуски. И сейчас отправлю на плиту разогреваться масло. Так, также мне понадобится из двух яиц. В них я добавила немного молока и универсальной приправы. Сделала такой вот лизон. И высыпала в глубокую тарелочку свои панировочные сухари. Также мне потребуется сырой бекон. И у меня тут 7 ломтиков. И столько же ломтиков я беру с сыра. Каждый ломтик сыра я раскладываю по бекону. То есть вот так вот. Видите, он у меня чуть больше половины выходит, ломтик сыра. Можно меньше или больше. Там, смотрите, опять же, на своё усмотрение. Разложили сыр. Теперь на каждый кусочек я добавляю немного укропа. Так вот буквально, по чуть-чуть, на каждый кусочек. Когда добавлю укроп, можете вообще ещё положить, помимо укропа, ломтик болгарского перца, например. Если у вас есть. Я буду просто делать с укропом. Вот. В принципе, с начинками можно экспериментировать. Так, масло я отправляю разогреваться на плиту. А сама заворачиваю свои рулетики. Смотрите, я беру и вот так вот просто по кругу сыр с беконом заворачиваю. Сыр у нас кончается быстрее, как мы видим. Дальше идёт только бекон. Завернули. И потребуются шпажки. У меня такие длинные, можно использовать зубочистки. Вот. Но зубочистки им будет сложнее доставать. Хотя, в принципе, это всё тоже возможно. Сейчас я скручу все, чтобы у меня получились вот такие рулетики. Как раз к этому времени разогреется моё растительное масло. Свернула я все свои рулетики. Теперь мне нужно их отпанировать. Для этого я беру рулетик и обмакиваю его в льезоне. Так вот обильненько, хорошо, чтобы он везде был в льезоне. А потом посыпаю его целиком, полностью своей панировкой. Можно сделать это несколько раз. Потому что с первого раза он будет не сильно запанирован. Ещё раз обмакиваю в льезон. И ещё раз в панировку. Лишнюю панировку потом встряхиваем. Вот такие вот они должны запанированные получиться. Пока откладываю в сторону, делаю это со всеми. А потом буду опускать их в своё кипящее масло. Свою закуску из бекона я выкладываю на тарелку и на бумажные салфетки, чтобы лишний жир ушёл из них. Так как готовились они в большом количестве масла. Бекон сам по себе жирный. В общем-то, сейчас они у меня отлежатся на салфетках. Я достану из них свои шпажки и, в принципе, всё готово. Смотрите, для салата, значит, я порезала пекинскую капусту. Ну, вот так вот. Как бы нашинковала, можно сказать. Дальше, значит, я беру обычный огурец. Его я буду резать соломкой. Вот так. Для этого разрезаю его на пласты сначала. А потом просто обычной соломкой вот так вот нарезаю. Вообще, в этот салат, его есть очень много разных вариаций. Можно туда класть и другие ингредиенты. Например, заместо огурца положить... Огурец не класть, а положить сухарики, да. Салатные. Будет тоже вкусно. Можно заместо огурца помидорки черри положить туда дольками. Можно не класть ни то, ни другое, да. Грубо говоря, не огурец, ни помидор. А, например, яйца туда положить. Вообще, очень-очень много вариаций такого салата есть. Так что тут можно играть вкусами. Заменять некоторые ингредиенты. И будет вкусно получаться. Вот соломкой нарезала огурец. Теперь туда беру половинку репчатого лука. Тоже мелкими кубиками. Сейчас её буду нарезать. Для этого вот режу. Смотрите, если кому-то нравится, можете не кубиком, можете покрупнее, полукольцами, например. Порезать. Вот. Но я в этот салат обычно мелко рублю. Лук достаточно. Вот. Значит, высыпаем лук. Салат очень быстро делается. Тут не нужно никаких овощей. Ничего отваривать для него. Как на всякий там салат под шубой. Или винегрет, или там оливье. Оливье. Так, значит, зеленью засыпаем. У меня это укроп. Дальше что? Дальше сейчас я возьму крабовые палочки. Можно крабовое мясо. Значит, почищу их и тоже буду нарезать. А также нужно слить кукурузу. Я буду использовать полубанки. Так как банка у меня большая. У меня получается 425 мл. Тут если у вас баночка поменьше, то используйте целиком. Ну, вот, собственно, кукурузу высыпала. Режу крабовые палочки. Особо мельчить не нужно, но и не сильно крупно. Таким вот средним кубиком нарезаем. Можно, в принципе, по-любому порезать. Опять же, кому как нравится. Но я режу всегда средним кубиком. Вот. Сильно не мельчите, потому что всё-таки пекинская капуста тоже достаточно крупно нарезана. И, как бы, чтобы не было там что-то совсем мелкое-мелкое, да, там, как крабовые палочки будут там совсем намельчены. А капуста будет крупными кусками. Ну, и будет не очень-то красиво смотреться. Поэтому смотрите, чтобы всё было достаточно пропорционально. Вот. И что ещё могу посоветовать? Не экономьте на крабовых палочках. Потому что сейчас крабовые палочки есть очень дешёвые. И мороженые, они ужасные на вкус, на самом деле. Не знаю уж там, из чего их делают. Там есть по цене 10-20 рублей за пачку. Но это, честно, невозможно есть. Так что, если не хотите испортить вкус салата, то всё-таки покупайте хорошего качества, да, там, крабовые палочки. Может, смысл тогда готовить что-то плохое, да? Я считаю, если готовить, то готовить хорошо, чтобы было вкусно. Так, собственно, всё сложила. Сейчас это перемешиваю и заправляю солью и майонезом. Ну вот у меня, собственно, всё готово. И показываю вам, что у меня получилось. Салат из пекинской капусты с крабовыми палочками. Мясо в подливе томатной. Закуска из бекона. Жареная картошечка, это на гарнир. Также у меня тут грибочки жареные с укропом. И на оставшемся масле, которое у меня оставалось после закуски моей, я поджарила, вот у меня были вареники с картошкой и зеленью. Я их поджарила на этом масле. И получились они вот как такие мини-пирожочки. А у меня на этом всё. Желаю всем приятного аппетита. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok